Шоколадка на рабочем столе, оставленная еще 30 декабря, или совместный обед с коллегами, а вечером семейный просмотр доброго фильма или поход в СПА. Семь позитивных моментов на одну негативную эмоцию. Такой совет дают психологи всем, кто не очень успешно пытается войти в рабочий ритм. Расстроены тем, что пора на работу? Организуйте себе семь маленьких приятностей. Никто не исключает, конечно, о том, что нужно и за питанием своим следить, чтобы оно было таким стимулирующим и тонизирующим, чтобы присутствовал в жизни спорт, зарядка, физическая активность, которая тоже добавляет нам физических сил, и мы можем спокойно приступать к рабочим режимам. Живое общение, оно очень помогает избавиться от каких-то тревог. Мы можем друг с другом чем-то поделиться. Живой контакт, он все равно не заменит ничего. И, конечно же, самое главное, это нужно перед собой поставить срок следующих каникул или следующего отпуска. Нужно запланировать. Тогда у вас появится мотивация. То есть здесь одни выходные закончились, но у меня же скоро уже другие. Либо это отпуск, либо это весенние праздники тоже. Каникулы нам там большие устраивают. И в ожидании, в предвкушении. Вообще, когда человек находится в предвкушении, у него самое большое количество гормонов радости внутри. Просмотрели эфир? Не беда, он уже на нашем сайте. Начните свой день вместе с нами, и он обязательно будет добрым и позитивным. В 2022-м вас ждет еще больше интересных гостей. И, как всегда, самая полезная и проверенная информация. Утро с репортером. Правильное начало отличного дня.